Мне и ранее приходилось выступать перед телекамерой, но раньше было страшно очень, теперь уже как-то не очень. Сама презентация это, пожалуй, самое легкое задание кастинга МТВ в школу телевидения Релот. Но уже на втором испытании конкурсантам пришлось лично заняться работой ведущего, выделить главные свежие новости и внятно прочитать это перед камерой. Папаша решил ради шутки засунуть малолетнего сына в стиральную машину. Но, к счастью, тогда спели работники прохищены и отключили машину. После стирки машин остался черным, но выжил. В Ростове на дуну 2 ноября на голову 27-летнего молодого человека со шкафа случайно свалился в 12-килограммовый год. Ростовчанин обратился в поликлинику с жалобой на сильную головную боль. Медики отстрелили царапину на голове потерпевшего и диагностировали. Следующим этапом кастинга была сказа событий. От каждого требовалось яркое и правдивое описание увиденного. Здесь ребята подошли к заданию творчески. Сегодня в деревне какой-то некий гражданин, именуемый в дальнейшем волк, упал на крышу частного сарая и стал покушаться на девушек, сидящих в рамках. Но не тут, не тут так было. В то время, когда волк уже хотел начинать знакомство, курянник важной походкой вошел в главарь, петух. В борьбе двух животных победила гернатая, а волк уже в суде раз. Так как МТВ главный по шоу-бизу, умение разговаривать со звездами и задавать им оригинальные вопросы одно из самых важных качеств журналиста. За пять минут каждый конкурсант должен был придумать ряд вопросов к интересующей звезде, роль которых пришлось исполнить ведущим МТВ Киров. Конкурсанты подготовили вопросы Диме Билану. Дима, так как я представляю канал Fashion & Beauty, мне интересно будет задать вам несколько вопросов на тему красоты. Первое. Пользуетесь ли вы косметикой? Жанне Фриске. Как вам удается с каждым годом выглядеть все лучше и лучше? О, вы, наверное, намекаете на то, что я подтяжки делаю, да? Вы это хоть хотите спросить? Филиппу Киркорову. В интернете пишут, что вы собираетесь уйти из шоу-бизнеса и поехать в деревню. Ну и пусть пишут. Оксане Федоровой. Оксана, какие главные советы вы дали нашим звездам, девочкам? Дэвиду Духовной. Добрый день, Дэвид. Я очень рад вас видеть в России. Что вас привело к нам? Ну как, что привело? Мы на какое событие сейчас попали? Стоит у вас спросить. Вы не знаете, куда вы пришли? Мы специально моделировали ситуации, в которые нередко приходится попадать неопытным журналистам. Проявить умение уходить от конфликтов здесь приходилось каждому. На кону стоял сертификат бесплатного обучения в лингвистическом центре «Релод», который за много лет работы школы телевизия успел выпустить множество знаменитостей разного уровня. А в этом году у поступивших еще больше перспектив. Ведь сейчас лингвистический центр заключает договор, согласно которому выпускники «Релода» могут без проблем попасть в Мекку отечественного телевизия «Останкино». Данный проект мы уже развиваем достаточно давно. И в данный момент достаточно хорошие у нас перспективные планы по развитию. В перспективе заключения договора с телеканалом «Останкино», со школой телевидения в Москве институтом. То есть человек, обучившийся у нас, имеет шансы поступить в этот институт и там в дальнейшую учиться. Определить победителя для жюри было сложной задачей, но в ходе споров удалось объективно оценить возможности ребят. В итоге третье место досталось Ксении Парфеновой. Немного до первого места не хватило Алексею Иванову, ну а курс обучения в школе телевидения «Релод» получила Виктория Ведерникова.